В Москву каждый день приезжает множество туристов, да и сами москвичи не прочь узнать на метро тарифы. Среди разнообразия предложений можно найти наиболее подходящий вариант для любой категории граждан. Выбор в метро Москвы проездного достаточно велик. Существует большое количество тарифов, каждый может выбрать самый удобный для себя. В подземке действуют следующие тарифы. Тройка, единый, социальная карта, москвича, социальная карта, учащегося, социальная карта, студента, бесконтактные карты, мастер-карт, бесконтактные карты, виза, Samsung, Pay, Apple, Pay, кольцо с функционалом, карты, тройка, мобильный, билет, экспресс-карт. Также действует программа для корпоративных клиентов, выпускаются праздничные и юбилейные билеты. На стоимость поездки не влияют длина маршрута и количество пересадок в метро, сюда включены пересадки между метро, МЦК и монорельсом при условии, что между началом и концом пути пройдет не более 90 минут. Социальная карта москвича дает право на бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте, в том числе и метро. Социальная карта учащегося – это льготный абонемент для тех, кто учится на очной форме обучения в государственных и негосударственных образовательных организациях с государственной аккредитацией. Льготы также предоставляются студентам, колледжей и школьникам. Стоимость месячного проездного, без лимита – 380 рублей, а на три месяца – 1140 рублей. Звездочка обратите внимание. Воспользоваться льготой не могут лица, обучающиеся экстерном, на вечерней, очно-заочной и заочной формах обучения, те, кто получает дополнительное образование. Студенческий абонемент по сути предоставляет те же льготы, что и у школьников, просто имеет другое название и выдается только студентам очной формы обучения. Обладатели бесконтактных карт Мастеркард и Visa могут просто приложить ее к турникету, деньги за проезд спишутся автоматически. Стоимость одной поездки – 40 рублей. Звездочка ту же цену придется заплатить и используя Apple Pay или Samsung Pay. Внимание! Samsung Pay работает на 31 станции, информацию нужно уточнить на сайте, а Apple Pay работает везде. Приобрести билет можно и через сервис «Мобильный билет». Инструкция по его подключению находится на официальном сайте московского метрополитена. Внимание! Для корректной работы сервиса S.A.M. телефона должна поддерживать технологию NFC. Экспресс-карт – еще один тариф в метро. Он является и банковской картой, и проездным. Стоимость одной поездки – 35 рублей. Звездочка на сайте метро есть список банков, выпускающих подобную карту. В метро Москва тарифы существуют различные, а особой популярностью у москвичей и гостей столицы пользуется проездной «Единый». Он так называется, потому что действует не только в подземке, но и на монорельсе, в автобусах, троллейбусах и трамваях. «Единый» действителен в течение пяти дней, включая день, когда был куплен, на одну-две поездки, или 90 дней, на 20-60 поездок. Карта метро со строящимися станциями в Москве – стоимость проезда с билетом «Единый», по количеству поездок – 1,55 Р, 2,110 Р, 20747 Р, 40,494 Р, 60,765 Р. «Звездочка» существует единые билеты и без лимита, на 1, 3, 7 дней от момента первого прохода, но необходимо начать пользоваться им не позже 10 суток с момента продажи. Внимание! Безлимитный билет на 30, 90 и 365 дней записывают только на карту «тройка». Также существуют тарифы на провоз багажа – 60 рублей. За разовый провоз и 2648 рублей. На месяц. «Звездочка» Авиакомпания «Аэрофлот» тарифы «Тройка» – новшество, введенное относительно недавно, однако оно уже завоевало большую популярность у пассажиров. Внимание! При выдаче карты нужно внести залог 50 рублей. «Звездочка», который возвращается при ее сдаче в кассу. Существуют «тройки» с приложением «Стрелка», при этом пассажиры имеют возможность быстро и без очереди оплатить проезд в Москве и области. Такую карту можно получить в кассах метро, сумма залога остается той же. Список станций метро, где могут ее сделать, на официальном сайте. На «тройку» также можно записать билет на пригородные электрички по всем направлениям. Стоимость поездок, соответственно тарифным планам, 1 на метро и монорельсе – 36Р, 1 на наземном транспорте – 36Р, 1 по тарифу – 90 минут с пересадками – 56Р. «Звездочка» безлимитный проездной на 30 дней стоит 2075 Р, на 90 дней – 5190 Р, на 365 дней – 18900 Р. «Звездочка» такая карта имеет ряд преимуществ. Баланс пополняется очень легко. Предоставляются льготы при посещении различных достопримечательностей. При поездках система сама подбирает самые выгодные билеты, записанные на карту. Она бессрочна. Можно приобрести кольцо с функционалом проездного. Пополнить баланс кольца можно по номеру носителя, на упаковке, через приложение «Метро Москвы», сайт метрополитена и терминалы партнеров. Если номер потеряется, пополнение производится только через кассы. Оплата проездного может происходить непосредственно в кассе-подземке, в специальных терминалах и через мобильные приложения. При этом оплата может производиться наличными и банковской картой. Самая удобная схема – пополнение баланса тройки через SMS-сервис. Можно пополнить баланс максимум на 3000 рублей. Звездочка, тариф-кошелек, для разовых поездок. Деньги на карте сохраняются в течение пяти лет. Такую операцию можно провести в кассе и в терминалах партнеров, Московский кредитный банк, Элекснет, Аэроэкспресс, Ээроплат, Мегафон, Велобайк. Шесть вещей, которые удивляют иностранцев в Москве абонементы на электричке записываются в кассах станции пригородного сообщения. Для информации. Большинство пассажиров предпочитает пополнять тройку удаленно. SMS-сервис по пополнению баланса работает только для тарифа – кошелек. Можно добавить деньги на тройку через сайт, платеж сохранится в транспортной системе, а пополнение нужно будет записать на карту, приложив ее к жалтому терминалу на станции. При покупке билета нужно записать его на тройку через информационный терминал в вестибюле станции. На нем надо выбрать «удаленное пополнение», приложить тройку к редеру и дождаться надписи об успешной записи платежа. На экране отобразится баланс. Для удобства пассажиров бумажные билеты можно купить не только в кассах, но и в автоматизированных терминалах. Эти терминалы голубого, более старые, либо красного цвета. Новые терминалы поддерживают английский язык, что является большим плюсом для туристов. На станциях находятся автоматы проверки билетов, если нужно проверить срок действия и количество поездок, они окрашены в желтый цвет. Подземка – самый удобный и быстрый способ передвижения по Москве, так как в городе часто встречаются пробки. Любой пассажир может выбрать самый удобный для себя тариф, а стоимость проезда очень демократична.